Около двух тысяч участников со всей России примет Тюмень на Дельфийские игры, которые стартуют 23 апреля и продлятся три дня. Наш регион представит порядка 300 конкурсантов. С некоторыми из них познакомилась Яна Саварина. Неброское объявление в интернете перевернуло всю ее жизнь. Теперь Вика работает под куполом цирка вместе с партнершей Дашей. Обе уже имели спортивную подготовку, оставался только страх высоты. Иногда бывает очень страшно делать вообще каждое движение. Ты с такой осторожностью делаешь, но надо как-то перебарывать свой страх, чтобы это было не видно зрителю. Когда ты выходишь на манеж, ты забываешь все свои страхи. Забыть приходится и об усталости. Утром уроки, затем школы и многочасовые тренировки. Ради карьеры дочери мама Дарьи даже ушла с работы. И если за годы жизни под куполом девочки справились с волнением, то родителей, кажется, еще нет. Первый раз, конечно, для меня был шоком. Просто не описать эти чувства, которые я испытывала. Я даже отворачивалась иногда, чтобы не видеть, что происходит. Теперь никто не отворачивается. Этот дуэт уже покорил не один манеж. Адмиралтейская звезда, синяя птица и, наконец, всероссийские дельфийские игры. Наш номер, что так, где нет войны, он о том, что дети не хотят войны. Журавли улетают от войны и дети хотят улететь за ними. Когда к нам приходят, мы берем и косолапых, и кривоногеньких, всяких разных берем. А потом смотрим, кто из них справится. Если ребенок бежал, что-то споткнулся, ударился, почетал и дальше побежал, это наш. Влада Хамедулина как раз из таких. Меня привела мама, потом я попробовала, мне понравилось заниматься. Это, не знаю, как свобода какая-то. Номер Влады снежно-нежное, словно отражение ее характера. Серьезные элементы плюс утонченная хореография. Неплохой шанс на победу, считают педагоги. Впереди у воздушных гимнасток месяц напряженных тренировок. Дельфийские игры пройдут в Тюмени в конце апреля. Яна Пелеховская, Андрей Захаров. Тюменское время.